Высота в четыре ступени может оказаться непреодолимой. Крыльцо у четвертого подъезда дома 1020А в поселке ГЭС представляет серьезную опасность для здоровья и даже жизни. Об этом нам сообщили взволнованные пенсионерки, проживающие по данному адресу. На место выехала наша съемочная группа. Эти пенсионерки невольно осваивают экстремальные виды спорта. Крыльцо у четвертого подъезда больше напоминает ледяной спуск. И преодолевать его приходится как минимум два раза в день. Но не всегда такие испытания заканчиваются удачно. Вот, видите, скользко. Скользим и выйти не можем из подъезда. Я уже здесь падала, сотретение мозга получала. Сын в прошлом году на Новый год упал здесь. Провел меня домой и вышел посередине и вывалился. Женщина у ребенка вон на втором этаже упала. Ситуацию осложняет козырек. На нем не закреплен сливной желоб и талая вода льется прямо на ступени. При понижении температуры она превращается в лед. Сливник вот этот вот сняли уже год как сняли. И нам так не сделали. Все вот это вот, все льется здесь у нас. Ничего у нас не чистится. Вот, вообще полный бардак. Пенсионерки вынуждены убирать наледь своими силами. А вот у дома напротив картина другая. Здесь активно работают дворники. У жильцов злополучного подъезда свое объяснение происходящему. Человек с той стороны хоть долго. На нашей стороне, как этот дом проклятый, тут женщины работали. Бросили, ушли, дали алкаша сюда. Он даже не приходит. По словам жильцов дома 1020А, они неоднократно оставляли заявки в местном ЖЭКе. Правда, толку из этого не вышло. Крыльцо посыпали песком, но его смыло льющийся с крыши водой. За разъяснениями мы также отправились в обслуживающую компанию, крыльцо которой, к слову, вычищено образцово. Съемочной группе здесь были не рады. Снимать вообще не надо. Правда, позже девушка все же связалась с главным инженером и попросила прокомментировать сложившуюся ситуацию. Кто у нас есть, весь состав чистит. Но, к сожалению, дворники у нас заболели. Открытые участки получились. По открытым участкам сейчас работают рабочие кузы, слесаря, сантехники. Всех расставили по жилым домам, поочередно мы, конечно, все ступени очистим. Главный инженер сообщила, что в подрядной организации будут рады желающим поработать. Есть свободные места. Также Милюша Хабибулина заверила, что по четвертому подъезду первые меры примут уже сегодня. Сливной желоб появится на козырьке до конца рабочей недели.